Всем доброй ночи, кто не спит. Сегодняшний, я думаю, последний ролик на сегодня я посвящу на ваши вопросы в основном моих подписчиков, которые я давно знаю об образовании. Я уже рассказывал вам в прошлом канале, показывал все это дело. Образование в Турции, образование, мы вообще возьмем детского сада, детский сад у них называется Эне Окул, это значит, Эне это мама, Окул это школа, мамина школа. То есть туда берут с трех лет, государственные есть, есть частные. Здесь первый класс ходит уже с пяти лет. Вот. Так что можно два года ходить с трех лет, и в этом детском саду учат их первоначальным, это даже буквам учат, ну готовят к начальной школе. Начальная школа у них четыре года. Вот. Она называется Ильки Окул. Это значит начальная школа. Ильки, это начало школы Окул. После окончания четвертого класса уже переходит на пятый класс уже Орта Окул. Это значит средняя школа, среднообразовательная школа. Вот. И опять же я хочу сказать сразу, что школы есть, они тоже государственные, бесплатные, есть и частные. Есть типа таких, вот, например, ну в основном такие есть, которые может себе позволить, платные. Это Дога колледжи, вот, и другие колледжи такие. Окул колледжи, Дога колледжи, в общем названия разные, они частные. Вот. Его, по-моему, может позволить не каждый. У меня есть друг, который в банке работает, у него сын там учится. Я у него спросил, сколько вы платите в месяц. Он сказал, что полторы тысячи лир в месяц. Это где-то возьмем так, ну где-то 250 долларов в месяц. Вот. И как он рассказывает, что образование там намного выше, ну дают четко это, чем обычно государственные. На государственных школах не сказал бы, что суперобразование дают. Ну кто хочет, тот и выучивается, но где бесплатно, там сами знаете. Вот. Ну учатся там, учатся. И где-то иностранцы, по ВНЖ разницы нету. В общем, у кого есть ВНЖ по аренде, по покупке жилья, иногда берут это по месту прописки в школы без разговоров в государственной школе. И в садике тоже самое. Вот. Потом есть здесь у них лицей, после этого лицей. Лицей это уже окончание среднеобразовательное образование. Потом есть колледжи. Это нашего техникума. Потом есть университеты. И теперь хочу сказать еще одно. Вот. У них вот уровень образования и куда они могут поступать, это почти идентично нашим ЕГЭТ. Только у них называют это пуаны. Пуаны это баллы. По баллам. Вот. Кто на какой уровень, например, баллы это и кто куда соответствует, туда и поступает. Вот. По баллам. У них даже, какой этот ученик место в школе занимает, какой в классе, как. В общем, вот такая штука. Вот. Очень четко организовано. Электронные дневники есть. Любой родитель может выйти. Вот. Сейчас, когда особенно дистанционно вот это, у них все школы в дистанционном образовании. Вот. И учатся дома. Вот. Во всем предметам учатся дома. Преподаватели учат. И на английской математике все-все есть. И начальное образование. В общем, все-все. Даже вплоть до детских садов занятия сейчас проводят дистанционно. Вот. Теперь о питании. Вот. Государственник этих. Питание. Вот. У них нет такого, как у нас понятия, столовой в школах. Я не видел, по крайней мере, здесь. Вот. Питание у них с собой забирает еду. С собой забирает. Или на большой перемене, если родители где-то рядом живут, они ребенка забирают это самое. Конечно, выпускают и по пропуску. У них есть беджики у каждого. Вот. Ребенка с правом выйти. Охрана. Все-все. Это все за государственный счет. Охрана, все остальное. А вот питание это родители сами. Или с собой дают. У них обычно в рюкзаках специальное место для напитка. Там еда. У них с собой. Вот. На большой перемене они едят. Вот. Теперь. Есть школы, в государственных которых есть спортивные секции, кроме физкультурного урока, где занимаются футболом, теннисом. В общем, разным видом спорта. А вот теперь спорт, спорт, спорт. Вот. Спорт здесь вот в Антоле есть государственные спортивные учреждения. Есть частные для детей. Государственные, естественно, где-то там. Ну, копейки, короче. А в частных месячные занятия достигают до 150, до 200 лир в месяц. Вот, например, карате, бокс. Там, например, это футбол. Есть футбол бесплатный. Футбольные классы. В общем, и в школах есть. Проводятся соревнования межшкольные. Вот такая обычная школа. И теперь еще. Здесь есть еще частная международная русская школа. Называется частная московская международная русская школа. Вот. Там, ну, по крайней мере, года два назад, я знаю, что у них сумма была месяц год 5 или 6 тысяч долларов. Вот так вот. Кодовое. Вот. Но там русские предметы, русские... В общем, и но сказали, что у них аттестат или ЕГЭ защищают где-то в России, где-то. Какую-то это самое. Вот так вот. Типа так вот. Но обучение есть. Обучение есть. Даже есть русский детский садик. По-моему, Дениска, что ли, называется. Тоже частная платная. Русская. Там русским меню, там русским воспитателям. Все-все. В общем, вот так вот. В общем, на каждый кошелек, на каждый это. Школы, школы, я еще раз хочу сказать, что школы у них хорошо оборудованы охраной. Все-все-все как положено. Учителя хорошие. Вот. Ну, в государственных школах иногда бывает даже, что в одном классе учатся по 50 человек. По 50 человек даже. Очень перезагруженные классы. Вот. Ну, сами знаете, Восток есть Восток. Детей много. Вот так вот. И большинство предпочитает, кто, у кого есть, позволяет деньги. Например, как мой этот друг, который в банке работает. Ну, частные вот такие вот эти, где дают такое знание конкретное. Там по английскому. Все-все-все-все-все. Вот так вот. Вот. Вот такое здесь образование, ребята. Вот. В школах они организовывают экскурсии. Все такое. У них 4 четверти, по-моему, у них или 3, или 4 четверти у них. Вот так вот. Это самое. Дают также похвальные грамоты. Все-все-все. И в государственных школах, что хорошо, то, что можно проследить про любого ученика. Как, где учился, все-все-все. Перевод с одной школы в другую, это легко, у них по электронной форме, не надо никакого документов, ничего. Теперь школу ребенка, тоже медицинская справка, но справка, это не надо. Вот. Разрешения какие-то, это не надо. Они вот, идете, вот, например, если вы где купили квартиру, у вас есть на руках вид на жительство, идете и по месяцу своей пропиской. Школа определяет своего ребенка. Ну, вот так вот. Университет здесь очень огромный, большой университет. Вот. Тут медицинские факультеты. В общем, университет здесь, это село, это город в городе. Город в городе. Кого только тут не готовят. Кого тут только не готовят. Вот. Инженеры и медики, в общем, все-все-все. При университете есть университетские клиники. Вот. Даже издалека видно, когда вы заезжаете со стороны, вот, Кепеза, и там написано, Акт-Игнез, Хастанец, университет, Хастанеце. В общем, университетские клиники. Огромные, там внутри огромные, там, это университетские клиники. Вот. Вот такие дела. Стоматологические факультеты есть, лечебные, такие, такие, такие. В общем, университет здесь огромный. Электронщиков готовят, инженеров готовят. В общем, очень большой это самое. Средний медицинский колледж тоже есть. В общем, колледжев тоже хватает. Вот. Есть государственные, есть частные. В общем, на любой карман, на любой это. Каждому по возможности. Вот. Ну, я бы сразу сказал, что особо желающие учиться так-то, продолжат образование так-то. Я не видел, чтобы они стараются быстрее вот лицей кончат. Почему? Потому что сейчас даже водительские права не выдают без среднего образования, уже по новому закону. Без среднего образования уже водительское образование, это удостоверение не выдают. Вот. У них есть, типа, заочная форма обучения. Это называется отчик-лицей. То есть, даже школу он может закончить, типа, заочной форме, свободным посещением. Университет также есть, свободным посещением. Вот. У меня один знакомый есть, у него жена, по-моему, она дома сидит с сыном, но делать нечего. Она уже, по-моему, три факультета закончила, университета. Три факультета. Я говорю постоянно, я говорю, учится? Да, опять учится. Да, опять учится. Я говорю, сколько? А у него лучше три диплома. Вот. Ну, обычно, когда по-государственным бюджетным, который заканчивает, да, институты, колледжи, да, бюджетные, не отчик вот этот, а вот бюджетные, они распределяются обычно, они обеспечиваются работой. В том числе учителя, врачи, и все-все. Есть академия полиции, есть академия гражданской авиации. Вот. У них все это очень хорошо. Самое главное, что это даже в маленьких городах у них есть филиалы университетов. Даже в маленьких городах у них есть филиалы университетов или самые университеты. Вот. Вот такие дела по образованию. Ну, я думаю, ответили вкратце. Если будут еще вопросы, зададите. Ну, я думаю, уже коротко, я думаю, ясно, наверное, стало. Всех вам благ, спокойной ночи. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok